Так, в общем, Моки кое-какую функцию тут набросал, накидал. Назвал ее Air Pitch Correction. Посмотрим на сетап, что у нас тут такое. Значит, у нас есть машина, наша Impreza, облина рыжая, Бестия. И у нас есть небольшой трамплинчик. Ну, тут угол, наверное, около 30 градусов, или 20, или что-то какого-нибудь. Rotation. 15. 15 градусов у нас угол поворота, то есть, ну, нормально. Сейчас мы где-то разгонимся, где-то до сотни, наверное, мы успеем разогнаться. Посмотрим. Тест. Да, даже сто хвостиков. С хвостиком. И мы клюнули носом. Благополучно, так сказать, или неблагополучно. Еще раз. Да. То есть, вот эта проблема, так сказать, налицо. И теперь мы подключаем эту функцию, признанную бороться с этим явлением. Ну, где я ее подключил. Блин, да что такое. Тестируем теперь. Бам. Пух. Машина на четыре колеса приземлила. Еще разок. Бум. Да, на четыре колеса. То есть, конечно, в начале вида небольшой момент провисания он и есть, но потом, с течением времени, пока машина находится в воздухе, она потихоньку корректируется и к моменту приземления она у нас, значит, на четыре колеса садится. Можем сделать поближе. Не будет, она будет немножко похуже себя вести, данная функция, когда у нас мало скорость. Хотя, в принципе, нет, нормально. Я ее уже более-менее отрегулировал, повозился сегодня с настройками. То есть, я сделал ее, постарался сделать ее максимально работающей, максимально хорошо в самых разных условиях, скажем так. Ну да, вот тут она успела, так сказать, клюнуть. Чтобы мне это исправить, мне нужно зайти внутрь функции, например, сделать ограничение, тут коэффициент немножко подвинуть. Здесь, например, сделать 12. То есть, я посмотрел разные ситуации, когда у нас большая скорость, когда маленькая, средняя, когда мы быстро, когда мы долго находимся в воздухе, когда недолго. И некую такую среднюю арифметическую, ну такие параметры, которые работают в большинстве случаев, когда брал. Да, вот. То есть, я сделал более агрессивный сетап, и она у нас успела откорректироваться. То есть, даже не находясь совсем небольшое время в воздухе, она у нас успела откорректироваться. Но, если, например, скорость будет в два раза больше, то есть, мы больше времени проведем в воздухе, агрессивный сетап, он будет вести себя уже не очень. Вот. То есть, мы уже начинаем, у нас жопа провисает. То есть, мы уже не передом клеем, а уже наоборот, а задок уже начинает клевать. Вот. Поэтому, наверное, все-таки лучше оставить для средней и длинной дистанции настройку. Потому что, когда мы на большой скорости прилетаем на передок, это более нежелательно, чем когда на маленькой скорости там где-то откроется. Ну, не знаю. В общем, это пока так опроба пера. Вот. Возможно, еще надо сделать компонент аэродинамический. Посмотреть, как он будет работать. Хотя он примерно должен примерно так же работать. То есть, эффект от него должен быть наподобие этого же. Да. А вот для длинной дистанции, когда мы на скорости примерно около 120 км в час уходим. Полет свободный. Нормально работает. Вот. Как-то так. Значит, ну, я... Да, я, наверное, следующее маленькое видео запишу, потом короткое, как она работает. Пока все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...